Автомобиль 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 Сынный вагон трамвая 1986 года выпуска, пробег 2 миллиона километров, неотапливаемое депо, две пары рабочих рук и свободное время после работы, вечера и выходные. Это все надо выгибать вот сюда, то есть это все срезать, выравнивать. По законам жанра сначала что было, а уже затем что стало. А были прицепные вагоны, мятые, без кабины и возможности приобрести родные детали в Чехии. Рваная проводка, разбитый пульт, фанера вместо стекла, в целости лишь остов. Некоторые детали, запчасти, которых не хватает, нет ни на складе, нигде их, нигде взять, приходится изготавливать самим, то есть брать железо, сваривать. В данном случае это ящик колорифера, который обогревает кабину водителя. Проще говоря, чтобы запустить этот экологический транспорт на линию, нужно быть и сварщиком, и стекольщиком, и пайщиком, и электриком, и кузовщиком. Неравнодушным человеком, патриотом своего дела и даже художником. Первая мысль была вот эти вагоны привести в такой вид, чтобы было не стыдно. Любовно расписанный Максимом Раевским вручную под хохламу, сейчас трамвай сверкает светодиодными лампочками не только снаружи. Восстановленная сборка, панель, тумблеры, ручки, перетяжка салона, выпиленный пульт – об этом умельцы упоминают вскользь. Главное – нововведения, которые смогли бы облегчить тяжелый труд водителей и обезопасить пассажиров. «Были установлены дополнительные тены в ноги к водителю, потому что трамвай Чехии не для Сибири предназначен, но для лета смонтировали вторую форточку дополнительную, которой не было. Пасали подогрев в зеркало, чтобы при открытии первой двери тепло выходит, и зеркало затягивает. Вот блок навигации, вот лампочки тут мигают, вот блок стрелки, вот блок радиоустановки. Вот этот привод, это привод стеклосителя, он не родной, он взят с КАМАЗа, все можно сделать, если захотеть». Но главное в тюнинге по-барнаульски – эффективность, а не эффектность. Красота и удобство внутри, а снаружи – небольшой авторский след. Роспись, не выбивающаяся из общего красно-желтого стандарта. Этот огненный вагон в морозном мареве – один из семи восстановленных мастерами депо всего лишь за последний год. На каждом возрожденном ими и вышедшем в морозы на линию экологическом транспорте последние штрихи, как знак качества. «Осталось нанести ему рисунок на переднюю часть. Хочется, чтобы у каждого трамвая было свое лицо, и оно будет». Как определить предел совершенства и когда увлечение переходит в каприз? Вопрос лишь в мотивации. Одни делают для себя, другие – для всех. И хорошо, если оба варианта совпадают. Юлия Гадар, Николай Шилко, Андрей Печеркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова